Здравствуйте! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. В студии Юлия Зыкова. Подготовка ко дню независимости меняет маршруты. Репетиция парада пройдет сегодня ночью в центре города. Чеканить шаг военнослужащие будут по проспекту независимости, улицам Сурганово до площади Бангалор, Куйбышева и Богдановича. В связи с этим с 10 часов вечера и до 5 утра будет ограничено движение всех видов транспорта, кроме встречного общественного. Автомобилистам стоит учитывать это при выборе маршрута. Как столичные дизайнеры поздравляют Минск с Днем Независимости? Почему водителям стоит быть внимательнее на улице Сорокомли и где в городе причалил цветочный корабль? Знает наш дежурный по городу Ольга Власовец. Столица нарядилась к празднику. Огромные открытки и цветы разукрасили площадь независимости. Вдоль магистрали и теперь даже днем фонарные столбы ярко светятся. Помимо флагов они украшены красочными растяжками. Больше цвета стало и на центральных площадях. Тематические панно столичные дизайнеры подготовили заранее. Двухметровые открытки ко Дню Независимости пользуются большой популярностью у горожан. Полицейский невидимка. Проезжающие по улице Сорокомли водители жалуются на отсутствие разметки на лежачем постовом. Автомобилисты не замечают неприметную искусственную неровность на дороге. Из-за этого не успевают притормозить и разбивают подвеску. Совсем недавно здесь установили предупреждающие знаки. Однако их появление проблему не решило. На некоторых участках улицы Сорокомли указатели есть, а вот лежачих полицейских почему-то нет. Цветочное море для корабля на проспекте Независимости столичные отделенители создают новую клумбу. Белый парусник будто качается на гребне волны. А Цветочное море зовет в путешествие. Это яркое обрамление сделает еще более целостным впечатление от полюбившегося минчанами корабля. Оригинальная арт-инсталляция радует горожан и привлекает взгляды туристов. Прохожие то и дело останавливаются, чтобы сфотографировать необычный экспонат. Здесь яркие цветы, нарядная композиция. И к празднику города очень приятно смотреть на клубу на эту. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт tv.by в разделе форум. Звоните по телефону горячей линии единица 600-700. И помните, нам важны подробности. Без границ и ограничений в столице активно развивается паратуризм. Для людей с ограниченными возможностями в Первомайском районе разработали даже специальные маршруты. В парках и лесных массивах оборудовали доступные пешеходные дорожки. Причем как в черте города, так и за его пределами. По таким зеленым тропам будут организовывать экскурсии, пешие прогулки и пикники. Потребность в паратуризме имелась давно. То бишь люди, которые вели активный образ жизни, выезжали куда-то на природу, отдохнуть. Возникла потребность в таких уже действительно организованных каких-то мероприятиях. Не только выехать куда-то, отдохнуть на море или куда, но и погулять по собственному городу, узнать его лучше. Огни большого города. Светодиодное освещение появится на улице Орловской, Минской кольцевой и проспекте победителей ко Дню независимости. После удачного тест-драйва в центре города современная подсветка появится во всех районах столицы. Главное достоинство яркого ноу-хау – энергосберегающие технологии. На художественную и светодинамическую подсветку Минска уходит менее полупроцента от общегородского потребления всей электроэнергии. До 3 июля нашим предприятием будут оборудованы три наземных путепровода. Это улица Орловская, это кольцевая дорога и проспект победителей, и Логойский тракт на пресечении с проспектом победителей. К 3 июля там будет оборудована современная светодиодная подсветка путепровода. Плюс 9 тысяч парковочных мест и миллион квадратных метров отремонтированного жилья. Амбициозные планы коммунальщиков уже на старте. Финишируют же проекты благоустройства в конце текущего года. Помимо плоскостных стоянок в столице появятся и многоуровневые парковки высотой до 4 этажей. Первые уровни будут отданы сфере бытового обслуживания. Тропическая жара в каменных джунглях, летние рецепты бодрости или как меньшане спасаются от палящего солнца? Наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Время жары мы спасаемся мороженым, холодными коктейлями, сидим в кафешках, дома кондиционеры стоят, вентиляторы. Два-три литра воды в день. Ну, прохладные места, типа парков. Обычно я сижу дома с вентилятором, это единственное, что меня спасает. Мне нравится жарко. Я и сейчас под теплым одеялом слипаю, поэтому для меня проблем никаких нет. Пью много воды, это всегда полезно. В лес желательно куда-нибудь, но это уже у кого-то получается. Проводим свободное время на речках исключительно, ну и да, в основном на работе стараемся под кондиционером и вентилятором находиться. Новые городские подробности завтра в это же время. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Юлия Зыкова. Всего доброго, до встречи.